Деятельность внебюджетного фонда социального страхования и охраны труда главным образом связана с проводимой государством социальной политикой. В конце 2019 года на должность председателя фонда был назначен Бакур Бебия. Он отмечает, что в последние годы существенно вырос бюджет фонда, что позволяет оказывать поддержку работникам государственных и негосударственных предприятий и организаций Республики Абхазия. Это стало возможным, отмечает Бебия, благодаря проводимой правительством эффективной социальной политике. Руководство поставило нам задачу максимально усилить социальную помощь нашим гражданам. В первый же год мы начали разрабатывать программу о повышении наших пособий. Такие пособия, как по рождению ребенка для работающих родителей, было у нас 13 500 – единовременная выплата. Мы ее повысили до 15 000 рублей. Впоследствии мы внесли изменения по постановлению и повысили пособия этого вида до 22 000 рублей. А с января 2024 года, с 1 января, эти пособия были повышены до 27 000 рублей. Единовременная выплата для работающих родителей. Не было за 30 лет, перевернули, повысили пособия. Но с 2007 года они значительно не были повышены. Мы вот, значит, с 2019, с 2020 года они были повышены три раза. Третий раз мы вот с постановлением вышли, значит, 1 января инициировали о повышении этих пособий. В 2021 году бюджет фонда суд страха и охраны труда не превышал 114 миллионов. Уже к 2024 году он составил 163 миллиона 902 тысячи рублей. Это позволило осуществить повышение некоторых категорий имеющихся сегодня пособий, рассказывает председатель фонда. Вторые пособия, такие как по рождаемости ребенка для неработающих родителей, мы, значит, повысили с 10 тысяч до 17 тысяч рублей, а впоследствии до 22 тысяч рублей. Вот с 1 января 2024 года они получать будут. Где-то надо учитывать, что этот вид пособий, характерно заметить, что он не обеспечивается страховым взносом наших страховодов. И мы эти выплаты платим с нашего бюджета для неработающих родителей. Единорменно выплаты. Такой вид пособий, как по уходу за ребенком до полутора лет, мы повысили с 3 до 7 тысяч рублей. Но характерно заметить тоже, что в России этот вид пособий тоже примерно до 8 тысяч рублей упал. Мы эту сумму раньше выплачивали за двойняшек и тройняшек одной суммой. Но мы с 2022 года начали выплачивать эту сумму по каждому ребенку. То есть, если будет двойняшка, это будет 14 тысяч рублей. Всего за время, в течение которого 3 раза повышались пособия, указанные виды пособия увеличивались в 2 раза и более. При этом фонд с превышением исполняет доходную часть своего бюджета. Эти средства достаточно для выплат всех видов пособий. Повышение пособий было проиндицировано вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия Делго Владимировичем, который оказал неоценимую поддержку нашему фонду. На руководство фонда и всех его сотрудников бегли дополнительная ответственность и нагрузка. Но мы всегда готовы сделать и делаем для блага наших людей их социальной поддержки и защиты. Кроме того, в прошлом году фонд социального страхования и охраны труда осуществил финансирование важнейшей государственной программы по отдыху детей. Денежные средства на данную программу были заложены в бюджете фонда социального страхования и охраны труда. Первоначально был профинансирован отдых в лагере на базе частной школы «Альфа» для 640 детей на общую сумму около 10 миллионов рублей. Вскоре количество детей увеличили до 177 человек, обеспечив дополнительное финансирование в 3 миллиона рублей. Руководство фонда отмечает, что это важная программа, так как в ее рамках был охвачен курс обучения абхазскому языку. Впереди у руководства фонда много планов, среди которых создание автоматизированной системы учета по социальному страхованию и укрепление материально-технической базы в районах республики.